1 июня 1982 года в Советский Союз с официальным дружественным визитом прибыла партийно-правительственная делегация Чехословатской Социалистической Республики во главе с генеральным секретарем ЦК КПЧ, президентом ЧССР Густавом Гусаком. На Внуковском аэродроме гостей тепло приветствовали генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, член политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов, товарищи Громыко, Черненко, Кузнецов, Соломенцев, Русаков, другие официальные лица. Рапорт почетного караула. Русаково Верховным ЦК КПСС Рапорт почетного караула. Рапорт почетного караула. Расската Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот лозунг был провозглашен Клементом Готвальдом, славным сыном чехословацкого народа. С братской Чехословакией на вечные времена, говорят советские люди. Добро пожаловать, дорогие гости! Мы имеем в лице советского народа искреннего бескорыстного и верного друга, преданного союзника в созидании новой жизни, в защите социализма. Писала в канун визита чехословацкая газета «Руды права». Дружба с Советским Союзом глубоко укоренилась в сознании наших народов. Мы будем ее развивать, углублять и беречь, как зеницу ока. В Кремле состоялись переговоры партийно-правительственной делегации СССР во главе с Леонидом Ильичем Брежневым и партийно-правительственной делегации ЧССР во главе с Густавом Гусаком. С советской стороны в переговорах участвовали товарищи Тихонов, Громыко, Черненко, Русаков, Кузнецов, посол СССР в ЧССР Ботвин. С чехословацкой стороны товарищи Штрогал, Билек, Индра, Корчак, Ленард, посол ЧССР в СССР Ловитинский. В атмосфере товарищества, братской солидарности, единства и сердечности обе делегации высоко оценили значение договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и ЧССР. В этой связи с удовлетворением отвечалось, что во всех сферах советско-чехословацкое сотрудничество развивается по восходящей линии. Дружба двух народов стала еще глубже и прочнее. Товарищи Брежнев и Гусак заявили, что КПСС и КПЧ будут всемерно содействовать укреплению сплоченности государств, социалистического содружества, осуществлению совместно выработанного внешнеполитического курса, упроченью мира на Земле. Владимиру Ильичу Ленину Партийно-правительственная делегация Чехословацкой социалистической деятельности Республики посетила родину Владимира Ильича, город Ульяновск. Высоко над Волгой памятник основателю советского государства, вождю мирового пролетариата. Гости из Чехословакии ознакомились с Ленинским мемориалом Ульяновска. Здесь, в этом классе, учился Володя Ульяновск. Товарищи Густав Гусак и другие члены делегации побывали на Ульяновском автомобильном заводе, носящем имя Владимира Ильича Ленина. Главный конвейер. Друженики многотысячного завода, выполняя решение 26-го съезда КПСС, задания пятилетки добились высоких производственных показателей. Автомобили УАЗ, созданные рабочими ульяновцами, пользуются большим спросом. Их можно встретить на великих стройках Сибири, горных дорогах Памира, вне Черноземья. Они поставляются во многие страны, в том числе и в Чехословакии. В Большом зале Ленинского мемориала состоялся митинг советской чехословакской дружбы. В президиуме товарищи Густав Гусак, члены партийно-правительственной делегации Чехословакии, а также секретарь ЦК КПСС Русаков, заместитель председателя президиума Верховного Совета СССР Кашоев, первый секретарь ульяновского обхома КПСС Кузнецов. О нерушимой братской дружбе между народами СССР и Чехословакии говорили выступавшие на митинге председатель колхоза имени Жданова, герой социалистического труда Павлов, участник освобождения Праги, кавалер орденов славы, наладчик автозавода имени Ленина Ядруков, студентка педагогического института Бочурихина. Нам, молодым, хорошо известно, что эта дружба родилась и закалилась в суровой борьбе наших отцов и дедов, в борьбе за мир и счастье людей. В ульяновском музее Владимира Ильича Ленина хранится памятное знамя 58-й краснознаменной ордена Кутузова-Одарской дивизии, принимавшей участие в освобождении Праги. Нашему молодому поколению оно постоянно напоминает, что вместе с советскими бойцами плечом к плечу сражались против фашизма воины и патриоты Чехословакии. Юноши и девушки нашей области радуются тому, что союз наших народов, братских коммунистических партий, укрепляется, набирает силу, обогащается новым содержанием. С большой сердечностью встретили собравшиеся выступления товарища Густава Гусака. Дорогие товарищи и друзья, разрешите прежде всего выразить радость чехословакской делегации, что мы могли посетить славный город Ульяновск, связанный с именем Великого Ленина и славной своей историей и работой своих трудящихся. Мы тронули стольким вниманием сердечную братскую атмосферу, с которой мы встречаемся здесь от первого шага. Чехословакский народ полностью поддерживает мирлюбивую, высокогуманную внешнюю политику Советского Союза, сказал товарищ Гусак. Пусть крепнет вечная дружба и братское сотрудничество между народами Чехословакии и Советского Союза. ГОВОРИТ ПО-РАГЛИЙСКИ ГОВОРИТ ПО-РАГЛИЙСКИ ЭТОСТИ В Кремле в присутствии Леонида Ильича Брежнева товарищ Густав Гусак вручил высшую государственную награду ЧССР, орден Клемента Готвальда, члену политбюро ЦК КПСС, секретарю ЦК КПСС Константину Устиновичу Черненко, удостоенному этой высокой награды за большие заслуги в укреплении советско-чехословацкой дружбы, в развитии всестороннего сотрудничества между нашими партиями, странами и народами. Товарищ Черненко, выразив глубокую благодарность за оказанную честь, подчеркнул, что первостепенная заслуга в создании атмосферы партийного товарищества, высокого взаимного уважения и доверия на различных направлениях советско-чехословацкого сотрудничества принадлежит Центральным комитетом наших партий во главе с товарищами Брежневым и Бусаком. Советский Союз и Чехословакия успешно сотрудничают в освоении космического пространства. Мир помнит, как из космоса прозвучали позывные космического корабля «Союз-28», пилотируемого международным экипажем в составе командира корабля Алексея Губарева и космонавта-исследователя гражданина ЧССР Владимира Ремека. В Центре управления полетом товарищу Густаву Гусаку, членам делегации, рассказали о новейших достижениях советской космической науки, об их использовании в интересах народного хозяйства. Президиуме Академии наук СССР собрались крупнейшие ученые Советского Союза. Президент Академии наук СССР, академик Александров, от имени собравшихся, поздравил товарища Густава Гусака с награждением его золотой медалью имени Карла Маркса Академии наук СССР. В знак признания его больших заслуг в теории и практике строительского социализма, международного, коммунистического и рабочего движения. В ответном слове товарищ Гусак сказал. Я от всего сердца благодарю Президиум Академии наук СССР за оказанную мне высокую честь. Награждение золотой медалью имени Карла Маркса. Благодарю также за сердечные слова, сказанные здесь в адрес Коммунистической партии Чехословакии и народа ЧССР. Эту награду я считаю признанием того вклада, который внесла КПЧ, все чехословатские коммунисты, в развитие революционной теории марксизма-ременинизма, практику строительства социализма в нашей стране. Я принимаю ее как высокую оценку интернациональной политики нашей партии и как выражение глубокого чувства дружбы, сотрудничества и братского союза между народами наших стран. В заключение позвольте мне пожелать Президиуму и всем членам Академии наук СССР много новых успехов во имя укрепления СССР, во имя счастливой жизни советских людей, во имя прогресса мировой цивилизации. Третьская цивилизация. Высшее право людей – право на жизнь, на мир. Советский народ хорошо знает, сколько горя и страданий несет с собой война. Нет сегодня более важной задачи, чем сохранение мира, предотвращение ядерной угрозы. Партийно-правительственная делегация Чехословакии. Партийно-правительственная делегация Чехословакии. Чехословакии возложила венок к могиле неизвестного солдата. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Каждый год, в мае, в день победы, в день освобождения Чехословакии, на советско-чехословакской границе происходят такие встречи. Люди наших стран преданы делу мира, готовы отстаивать его. Товарищ Гусак в беседе с Леонидом Ильичем Брежневым указал на исключительное значение новых мирных инициатив Советского Союза для улучшения международной обстановки сохранения мира. В совместном советско-чехословакском коммунике по итогам визита отмечается. Стороны особо подчеркнули, что в области идейно-политической еще прочнее утвердилось единство взглядов по всем принципиальным вопросам. Высоко оценивая достигнутое, стороны выразили твердую решимость и впредь крепить воевой союз советских и чехословацких коммунистов, кружбу трудящихся обеих стран, настойчиво развивать все лучшее, что накоплено в процессе братского сотрудничества. Встречи и переговоры во время визита в СССР партийно-правительственной делегации Чехословацкой Социалистической Республики, прошедшие в духе полного единства, братства и сердечности, стали новым важным вкладом в укрепление советско-чехословацких отношений сотрудничества и дружбы. Вместе на вечные времена. Вместе на вечные времена. Вместе на вечные времена.